В часы пик Гродно стоит в пробках, особенно сейчас, когда серьезные изменения в организации дорожного движения в микрорайоне Вишневец сопряжены с ремонтом дороги по проспекту Янки-Купалы. Да и привычный Румлевский и Старый мост не меньше загружены в пиковые часы. Вся эта дорожная ситуация еще несколько лет назад заставила городские власти искать способы разрешения ежедневного транспортного коллапса. Он был найден в реконструкции Старого железнодорожного моста. Уникальный для Беларуси проект преобразования Старого железнодорожного моста в новый автомобильный стартовал осенью 2019-го и по плану уже в июле 2021-го станет доступен для Гродницев. Пока все идет весьма ударными темпами, ход работ не смогли остановить ни коронавирус, ни сильные холода и снег этой зимой, ни сложные берега Немана в месте работ. И сейчас уже вполне можно представить, каким будет мост. На данном этапе идет укладка по низовой стороне моста второго слоя асфальтобетонного покрытия. То есть и буквально уже в течение этого месяца, наверное, и чуть-чуть начало. Следующий уже по низовой стороне будет, наверное, процентов на 90 полностью готова. То есть полоса по верховой стороне идет работа на сопряжениях и на самом мостовом полотне. То есть готовимся под устройство гидроизоляции. Для укладки только нижнего слоя асфальта понадобилось порядка 250 тонн асфальта. Его финальный слой положат ближе к открытию объекта. А пока помимо самого моста идут активные работы по благоустройству подъездов к нему, ну а также подведению необходимых коммуникаций. Кроме того, к мосту будет вести широкая современная велосипедная дорожка, хорошо освещенная и оснащенная локациями для отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok